Ну и собственно игра на сегодня это, как я её в детстве называл, когда я ещё играл в неё на первой блоке, спецопс. Я не знаю до сих пор как ОПИ-С расшифровывается, может быть охранно-пожарная сигнализация, может быть опорно-постовая служба, хрен его знает, оперативная постовая служба. Вот, значит, вообще-то, кстати, просмотры упали с выходом GTA V, все теперь сидят и задротствуют в это дерьмо, надо было, чёрт побери, не выпускать её ни хрена на ПК, оставить её на консолях, тогда бы всё шло своим чередом. А теперь интерес к каким-то другим играм у школьников и прочих людей, играющих в GTA V, проснётся не скоро. Говорят, что там, купив лицензию, можно бесконечно играть с друзьями по сети и наслаждаться бесконечными ограблениями банков, бесконечными погонями, бесконечной стрельбой, и вообще там всё бесконечно как вселенная. Ну, наслаждайтесь, чё, лет 10 ещё GTA теперь не будет. Итак, ладно, спец OPS, я буду по старинке называть OPS, перейдём к ней, что это такое, боевая операция, противнику в меру, противники в меру опасны, игра, кстати, настаивала на то, чтобы я играл в неё на джойстике, она, ну, как бы, воспринимает управление склавомыши, но если джойстик не отключить, то вот кнопки не пропадут. Так, верная смерть, мясорубка, я чё-то нихера не понимаю, это надо, надо выбирать, какими лейкопластерами будет заклеен ваш, ваша нашивка нарукавная, видимо, да, противники, противники очень опасны, а здесь тогда что? Для получения доступа здесь противники просто, нет, тогда боевую операцию, пожалуйста, в сельвупле. Игра про американских военных, как видно, по перевёрнутому флагу, так что, будем нести разумное, доброе и светлое, когда я включу субтитры. Где они, где они, где они, где они? Не здесь, в звуке, наверное, конечно, блядь, субтитры, это же звук, это же звук, хуй с ним, ладно. Почему нам не дали апачу, почему мы летим на этом бедре? Видимо, сценарий какой-то части игры новее, Мерного Ястреба, да? Я надеюсь, это записалось, что я сейчас говорю. Как же бесит, когда при загрузке восстанавливается запись, чёрт побери, опять, опять игра, как и инвершн, начинается с миссии, за стационарным пулемётом, блядь, такой дерьмовый код, используйте, товарищи. Кстати, знаете, какой разработчик? Мои кумиры из Zombie Studios, которые выпустили шикарный, тупой, тупогий хоррор Daylight. Вот, может, кто помнит. Но, вообще-то, несколько разработчиков, но одни из них Zombie Studios. Поэтому я уже ничего хорошего не жду. Даже не знаю, ждать ли каких-то других цветов в этой игре, к тому же вот этого синий-жёлтый-красного. Придут ли в этот мир краски когда-нибудь? На самом деле, вот этот мини-ган, он же, пулемёт системы Гатлинга вроде, да, по-научному, он бы этот вертолёт распилил просто за секунды. Но тут надо просто поливать него огнём, без всякой, причём поправки. Пули летят в такой скорости, что, блядь, неважно, ты недалеко цель, куда ты целишься, когда ты попадёшь. Очень классный момент, когда бравых американских солдат на вертолёте не могут сбить, не может сбить целая эскадрилья вражеских таких же вертолётов, абсолютно таких же. Я не знаю, на какую страну в этой игре нападает Америка, но почему-то техника у них одинаковая. Может, они угнали вертолёт? Это то, в чём я думаю, да, это тупая миссия с стационаркой. Я понимаю, что в каждом шутере есть, ну, или, наверное, в каждом шутере есть миссия стационарной, была со стационарным булемётом, со стационарной зениткой, со стационарной пушкой даже где-то была. Но, блядь, начинать с неё? О, да, достойный финал. Да, загрузка тут не торопится вообще никуда. Я не люблю загрузки, которые, знаете, вот, как вот здесь, которые крутятся по кругу. Я люблю, чтобы шкала была, чтобы я видел прогресс. А здесь вот этот кружок, он может, блядь, бесконечно крутиться, вообще ничего не значит. Итак, что же нам теперь показывают? Можно ли считать Джона Конрада великим человеком? Конечно, он же возглавил восстание человечества против машин. Конечно, он великий человек. Чем-то тебя наградили? Медали, как у маршала Будённого, я могу. Наверное, тогда вы сидели дома и смотрели телек. А Конрад в то время выводил проклятых из Афганистана. Но он не поехал домой, а отправил свой батальон на помощь мирным женщинам. Причём тут Дубай и Афганистан. А вы, что сделали вы? Блядь, я охуел, вот что я сделал. Конраду приказали покинуть город. Но он отказался. И батальон остался с ним. Батальоны просят о меня. Вы чё, блядь, с погодой боретесь в этой части? Из Дубая были о том, что Конрад выводит из города караван с выжившими. Как мне нахер разница? Буря у вас там, блядь, дожди. Прошло полгода. Прошло полгода, и чё? Но вдруг... И пиздец Дубай у нас стал, походу. Мы поймали этот сигнал. Это полковник Джон Конрад. Армия США. Попытка эвакуации Дубая закончилась полным провалом. И что? Сосите нефть. Вам никто не будет мешать. Это же охуенно. Это то, к чему, блядь, стремитесь. Америка, если вы не знали. Я вас просвещаю. Они хотят сосать нефть на всём Ближнем Востоке, блядь. И Дубай, я думаю, не исключение. Просто... Арабские Эмираты очень сильные. Не в военном плане, а... Как сказать, в социальном плане. Очень сильная страна. На неё нельзя, блядь, напиздеть на совещании Совбеза, сказать, что у них там химическое оружие, и взять и напасть. За это сразу, блин, быстро, блядь. Сам огребёшь, скорее. Да так, что все звёздочки с флага осыпятся. Не говоря уже о том, что ты экономический гигант. Мы в Дубае, господа. Нахуй тебя в Дубае, блядь. Всё глухо. Дубай теперь пустыня? Посмотрим, сержант. Нашёл источник сигнала? Да, сэр. До него ярдов 800. Значит, через 800 ярдов мы узнаем, кто тупей. Ты или разведка? По-моему, ты тупой, потому что у вас радист без рации ходит, насколько я вижу. Ну, знаете, что солдаты, которые отвечают за связь, они бегают с такими здоровыми, блин, баулами. У них там всё нагружено, навалено. А тут он ходит, блядь, с каким-то, не знаю, с поясной сумкой. Помните, что тут официально никого нет. Нас тоже никогда не было. Действуем по инструкции, ясно? Спасибо за это обучение. Я думаю, что даже если дать геймпад в руки обезьяни, она и то найдёт, как на нём ходить, блядь. Вот тут за укрытие спасибо. Сейчас, в принципе, на джойстике. И это шутер про перестрелки стал. Знаете, в детстве мне очень нравился спецопс. Ух ты, что случилось в Дубае? Не геймплей, геймплей говно был. А мне нравилась именно та часть, которая перед миссией, когда в огромном арсенале ты себе выбираешь пушки. Ох, это было прям знаково. Да, ну сразу видно, что это Дубай, потому что здесь трупы у вас, а у меня Ламборджини. Угадайте, кому не повезло. Или Феррари. Перемахнуть? От кого? От проклятых? Ох уж это проклятие родится в Дубае. Просто представьте, вот вы, допустим, да, представьте себя на месте жителя Дубая, который там родился. Это же каждый год на курорт приезжают новые и новые тёлки, блядь. И не всегда они там с пацанами. И вот, блядь, просто я не знаю. Найдем кого-нибудь, покидаем Дубай, выходим на связь, штаб посылает адресу. Причем в Дубае, я так думаю, что все, скорее всего, очень богаты. Вряд ли там... Там шанс родиться нищебродом очень низок, вот. И представь, что ты там местный, ты всё знаешь, и ты при бабле, и каждый год приезжают тёлки со всех стран. О, боже, я надеюсь, что в следующей жизни я перерожусь в Дубае. Я согласен быть даже морским ежом и подглядывая за теми, которые трахаются в море. Скорее бы закончить. Аэра. Что ты за автобус, блядь? Вы посмотрите, у этого автобуса колесо ростом с меня. О, я уже сделал какую-то миссию. Я уже получил какую-то ачивку, наверное. Эй, есть кто? Может гранату кинуть? Да брось ты. Кому мы нужны? Ну и хрен ли мы тут торчим? А Луга, в общем, прав. Теперь ты на его стороне. Где он прав, там прав. Стаб велел осмотреться, вот мы и с вами. Я думал, что это бегать. Не знаю, могли найти дело получше для умных и сильных красавцев. Скажи, ну, вон, побегать, мы так можем долго здесь ходить. Считай, что ты в отпуск поехал. Как они сюда вошли? Я люблю пляжи, где втрое больше девушек, чем жмуриков. Луга, ты когда-нибудь задумывался, какую хрень ты несешь? Луга был в Спартаке, насколько я помню, не в команде, в сериале. Кто-то поставил на воспроизведение фрагмент. Класс, видели вы, девки, как я круто смотрюсь. Да, так давай с фотками на аватарку поставим, что говно вопрос. Да, это то, что мы ищем, чтобы это не было. Что-то умер здесь совсем недавно, кровь до сих пор капает. Ну, нестандартный. Кто-то сделал из запчастей. И кто же? Да без понятия. А, черт. Уокер, взгляни вот на это. О, это я крутой Уокер. А, это он крутой Луга. А, нет, я крутой Уокер. Кастац. Ворвара. Черт. Да не то слово. Труп свежий. Да. Хуже, он из 33-го. Так давайте сожрем его, пока не испортился, блядь. Наверное, те же люди, которые следили за нами. Я не о том спрашивал. Да ладно. Мы скоро все выясним. Что за говеные спецназы у Америки попались в такой... Я капитан Мартин Уокер. Мы ищем выживших. А почему албанцы не стали стрелять? Чтобы всех перебить. Чтобы мама твою перебить. На нахуй. У компьютера нет столько мозгов, чтобы сесть в укрытие, да? Это что еще за придурки? Беженцы, уцелевшие в буре. Вот и хорошо. А я знаю, про какую бурю вещь. Американцы помните какую-то операцию буря в пустыне назвали? Вот это, наверное, была буря в Дубае, блин. Куда вниз, бля? В песок, что ли? Блядя, с пистолета, что ли, стрельнуть для Астраски? Уокер, мы на позиции! Ждем твоего приказа! Приказываю всех победить. Чисто, идем! Все, я пуст. Нахрена мне нужны такие помощники, которые... Блядь, не участвуют в перестрелке. Они подбежали, сели в укрытие и орут. Уокер, Уокер, делай что-нибудь, Уокер. Убей их. У меня есть глупый вопрос. Где здесь взять патронов для моего автомата? Ну, давай. А то у меня, наверное, руки отсохли, блядь, застрелить его за бумажным укрытием. Ой, блядь. Я, честно, не очень люблю такие шутеры, где надо еще команды отдавать каким-то своим помощникам, блядь. Безмозгим, которые сами не могут догадаться, видимо, ничего сделать. Ой, боже, Луга, сними его, смотрите. Он отсрежется, лезь! Нет! А компейнеры идет еще крупно! Так я могу вам вообще... Вообще не глядя стрелять, не может? Вижу его! А, вообще-то писали в описании, что это кеминеграфичный офигенный шутер. Бигай к тому ящику! Да, я возьму, пожалуй, УЗИ. Оружие чмордецкое и больше подходит для войны банд, это в Америке. Господа! Господа, он крикнул. Добить. Я гуманный американский солдат, я его добью. Я думал, мы спасатели. Да сосатели вы, а не спасатели, блядь. Всю кровь, нахуй, высосали уже всего мира, блядь, уроды. Что это было? Спасатели, блядь. Не дай бог, нахуй, все, блядь, всем... Я принялся к нам. Все молятся, чтобы вы спасатели уже не пришли, ёптать. Свои, блядь, спасители не демократии, вы охуительные вообще. Повторяю, мы окружены пустанцами, нужна помощь. Чёрт, Марцин ранен, нужна помощь. Хочу заметить, что... Какого-то хуя у меня на заставке опять появился автомат, а теперь куда-то ищет. О боже, о боже, о боже. А, я знаю, я знаю. Луга, сними его. Хорошо, хоть не надо ему уточнять, чем устранить эту рейлю. Он сам знает, когда кинуть гранату. Да нахуй, Луга, убить их нахер всех. Луга, там ещё кто-то, бей. О, опять, я нашёл всё-таки автомат у кого-то из них. А как, а как, а как навинтить глушитель? Я вижу, что он есть в опциях. Может, блядь, и крестовины нет. Хуже знает. Чё-то не хочешь на глушитель надевать. Ну, я знаю, стрелять с глушителем, это как трахаться с гандоном, да? Чё-то не то вроде. И тут такая музыка заиграла. Ой, послышите меня, мы движемся к вам. Какой, однако, в Дубае воинственный народ, воинственный народ. Чёрт, даже если бабки будут, туда не поеду, ну их в жопу. Там, походу, процветает ваххабизм. Ладно, не дрейфь, мы уже рядом. Смотрите, опять, игра опять сделана на позапрошлом дирексте, и опять у меня в заставках что-то с тенями происходит, а те не на максимуме. Ой, теперь мы будем использовать глушители. А вот теперь он заработал. Я пробовал, я пробовал на эту кнопку. Тьфу! Тьфу! Хорошо, что ты, ребят, и дай. Тьфу! Там наши или не наши? Я просто не знаю, спускать на них лугу или нет. Главное, смотрите, американские военные укрыты в самолёте, ещё где-то, ещё где-то. А, нет. Блядь. Да тут, а тут наших вообще нету, это враги пристреливались с врагами, походу, я так понимаю. Мне казалось, что кто-то пытался штурмовать самолёт, но этого не происходит. Интересно, а какие минусы у использованного глушителя в этой игре? Дома отмечены. Где боец с дробовиком? Если там боец с дробовиком, то это хуёвый боец, я вам хочу сказать, потому что в Америке, как я недавно прочитал, дробовик используется в основном полицией для того, чтобы открывать двери, то есть выстреливая в замки. И это же объясняет, почему у нас на вооружении нет ни одного дробовика в стране, никого. Потому что у нас в России двери в основном железные. И при выстреле дробовиком, блядь, в железную дверь, дробь летит, как правило, обратно. Она не врезает. Ну, дробь, она же круглая, она не имеет там бронебойных свойств каких-то охеренных. Шмальнул в упор в стальную дверь, и весь отряд полёг. Ха, прикольненько. Я не говорю, что я специалист, я говорю, что я читал статью. Насколько, кстати, правдоподобная, я не знаю. Просто мне в один приказный момент стало интересно, какого хуя у нас нет дробовика. Дело, кстати, было давненько. Когда у меня ещё в голове были глупые вопросы, почему у нас что-то есть, что-то нет. Так, а теперь дайте-ка мне автомат Калашникова. Самое время вооружиться нормальным мужским оружием. А, в игре играет классная музыка, за которую правообладатель потом, наверное, будет плакать, блядь, неделю. Прекратите в нас стрелять, мы же приехали купить у вас ракушки и магнит на холодильник. Я ранен, пацаны, я очень опасно ранен. И у меня нет патронов для моего автомата Калашникова. Калашникова, и я хочу, я хочу немножко, как оружие менять. Сними, сними эту гадость. Чёрт тут побрал. Наверное, если у тебя нет патронов, то он не берёт оружие, да? Сука, на джойстике не так много, сука, кнопок. А, о. У него что, вообще три оружия с собой может быть? Винтовка, узик. Ой, теперь у меня есть дробовик. Прикольно, наверное, с тремя стволами бегать. Тяжело, но прикольно. О боже, они казнили заложников! А это значит, что мы проебали. Чёрт, они взяли заложника. Да, и в этом... И как мы знаем, в эти моменты, когда надо врываться в комнату, штурмовать, у американских солдат включается слоу-моушен. Мы спасли Барака Обамы. Он умирает. Бум-бум, поеблищу. Ты чё, блядь, за законов напринимал, а? Гейские браки! Соглашайтесь! Соглашайтесь! Сегодня в новостях увидел, что в Америке там... Суды будут решать, что там насчёт гейских браков. А то у них где-то были, где-то нет. Пусть утонут в пидоросневые. Соглашайтесь, америкосы, соглашайтесь. Отстаивайте свои права и свои свободы. Долбитесь в жопу. Мы вас любим. Вижу следы идут на север. Мы пойдём по ним. Охуительно. Следы в песке идут на север. Ты посмотри, вижу следы. Блядь, тут нахуй только что 300 человек бегало, блядь. Конечно, тут есть следы. Или ты именно те нашёл, именно те нужные. Всё равно, чтобы там, не знаю, табун коней проскакал, и ты нашёл что-то следы там уже. Да ну нахуй. Ну да, стоило найти трупы наших солдат, и операция стала спасательной. Откуда столько песка-то там, а? К чёрту приказ, согласен. Если страдают люди, то к чёрту такой приказ, луга. Нахуя вы всё говорите по два раза? Если Конрад жив, а я думаю, да. Конрад Карлович. Он согласится со мной. Вот следы. Вот вам и гнездо. И вот следы. И тут следы. Прямо постапокалипсис. Не нарывайся. Помни, они убили четвёрых солдат, и одного похитили. Дюна 2. Битва за Аракис. Не знаю, что будет дальше в этой игре, но пока что это, скажем так, но не очень интересно, потому что опять позиционный шутер, где втроём убиваешь тысячу человек. Так, на мостике. Убейте их! О! Как они удивились перед смертью. Вы слышали, да? Я не понимаю, почему я не могу один всех убивать здесь? Зачем мне эти два помощника? Это мне так напоминает Battlefield Bad Company, где у тебя были трое, даже, по-моему, если не четверо, трое или четверо, помогателей. И это был такой футел, честно говоря, по сравнению с Modern Warfare. Но в моих глазах мне не очень понравилось. Я не люблю, чтобы компьютерная, компьютерная, низкоинтеллектуальная фигня тебе чем-то пыталась помочь. А нахуя мне? У меня вот, я зажимаю РБ, у меня, знаете, появляется такой треугольный прицел, как у хищника в фильме. И мои бойцы сами кидают гранаты, стреляют, убивают. Охрененно вообще. Это всё равно, что самонаводящиеся гранаты в последней батле, по-моему. У него не дробовик, у него пулемёт. Твои разведданные устарели, чувак. Да, музыка и правда неплоха, только правообладатели у неё имеются. Я уже, я уже пытался её в летсплее в каком-то проиграть, поэтому я, пожалуй, уничтожу эти динамики. Спрячу, скорее, за креслом. Ёпта, автомат калашника уже не может пробить долбанное кресло. Меткая гранату сам пульнул. Кажется, всё чисто. Ладно, идём дальше. Да нет, зачем? Так, где опять, где опять колонки? Тра-ля-ля-ля-ля, никому не слушать эту музыку, правообладатель, бла-бла-бла-ля, тра-та-та. Пошла в жопу. А, ещё не всё, ещё не всё, где-то здесь ещё колонка. Охренительно. Да. Ай да пошла-то. Да, но за это меня лишат монетизации, это, блядь, точно. Не буду вырезать этот звук, пошло оно в жопу. Подумаешь, что просмотров. Подлое нападение. Я помню, что, по-моему, в фильме цельнометаллическая оболочка, кажется, да? Привели сводку, сколько безоружных на блокпостах было уничтожено в Ираке. Кажется, в Ираке. Или в Афганистане. Я чё-то путаю вообще всё совсем. У меня каша из информации уже в голове. цельнометаллическая оболочка слишком олдфажный фильм, чтобы там были жертвы Ирака. Мне кажется, я фильмы путаю. А, твою мать, а! Это был точно этот дубаевец? Не русский был? Афганистский турист. Так, давай. Интересно, а что без моих приказов они вообще никого не убивают, что ли? все-таки война в играх какая-то наивная. Нету трёхчасовых сидений в окопе. Постоянное наступление или просто аферительно героическая оборона. Сколько он пуль выдержал, а? Мне опять предлагают поучаствовать в перестрелке за стационарным пулемётом. Бомб, чердак, блядь. Хедшот! Должен был раздаться вот этот голос из Квейка. Сейчас, сейчас я разверну, я разверну. Блядь, дохуй я его разверну? Как его, блядь, я разверну? Развернуть не... А, вот так. Причём, смотрите, просто не глядя. Та-да-да-да-да, блядь, охрененно. А как за него прицелиться? Мне какая разница, сижу я за ним, стою я за ним. Прицел-то нету. А, вот. А, вот он. Ща-ща-ща. Он думает, что спрятался, но на самом деле голова его торчит. Вот придурок, да? Компы умеют, умеют спрятаться вообще по-чёткому. Ой, у меня теперь и такой автомат, и наш автомат, и ещё автомат. Я снова что-то провафлил. А, да, вот на эту кнопку. Я не понимаю, это что, блядь, гимн Дубая? Почему она повсюду здесь играет? Так, а возьму-ка я Скар с подствольником. Кто к Скару догадался привинтить подствольник, господи? Твою ж мать! Марш, марш, марш! Да, они нас в эту ловушку заманили, отдав нам на съедение предыдущих 50 человек, да? Или эта ловушка была планом Б? Я что-то никогда не врубаюсь. Какая-то, блядь, ловушка, если мы... Ну ладно, не буду спорить с гениальным разработчиком этой игры. Просто мне кажется, что в ловушку надо как бы заманивать. Получается, что они отпугивали нас от этой ловушки, да? Ты мне не сообщаешь, что гранатомёт третий этаж, ты возьми и убей. А, при хэдшоте включается slow motion, кстати. Бросок гранаты у меня крайне ракетичный, дальность очень низкая. Да ёпу твою мать! Какие значки! Убивай, убивай их нахер! Почему-то мой автомат стал стрелять, блядь, по три патрона. Нахуй мне такая опция, блядь. У Калашникова нету, нахуй. Режим огня, блядь, три выстрела. Чё, ёбнулись? Тупые америкосы, блядь. Чё вы нахуй сделали за игру? Игра про войну, где Калашников стреляет по три выстрела. А, шикарно. Хотя, может, я не знаю, может, есть какая-то модификация вот такая у нашего автомата, который я, блядь, не слышал. Вы уж напишите глупому-то, ёптать, что за... И опять этот уровень, господи. Ну да, какой ещё-то, блядь, не следующий-то, это точно. А как стрелять из-под ствольника? Хуй узнает под стольный для красоты, мне кажется. В данном случае никакого обучения по стрельбе из дробовика не было. Как здесь не было вообще обучения ничему, кроме ходьбы, по-моему. Ой, блядь, господи, тут есть какое-нибудь другое укрытие, чтобы не сидеть рядом с этими мудаками, которые вообще ничем помочь не могут. У меня гранат кончились, походу. Вот эта стрельба, не высовываясь, она, честно говоря, блядь, такая бесполезная хуйня, что, блядь, не понимаю, зачем она вообще здесь. Это, видимо, убивает только тех, кто вообще рядом уже находится. Почему, почему вот наш солдат стоит, стоит тут, блядь, в полный рост, он стоит ему похрен, блядь. Один я должен тут гаситься в ваших, блядь, укрытиях. Господи, дайте мне другое. А, вот, очередь авто. Все-таки есть. А вот теперь подскволочка. Бам! Мимо кассы. Еще и буря. Еще шикарно. Какого хрена с этим песком стало? Куда он, куда земля делась, ебцает? Что происходит? Меня засосало, походу. А, меня засосало, но я прошел уже. Да мы прям неразлучные друзья, блядь. Что должно случиться, чтобы мы расстались? Отлично, когда вставаете. Я хочу понять, где мы. А я не хочу понимать, где мы. Мы в Дубае. И тут все богато, все красиво, все прекрасно, только какого-то хера здесь случился локальный Армагеддон. И здесь постоянно играет эта музыка. Ну, в общем, не знаю, если вы любите позиционные шутеры или вообще любые шутеры, в принципе, здесь графика нормальная. Это такой ответ Splinter Cell. То есть, все то же самое, только вообще без стелса. Ну, почти то же самое. Но на Splinter Cell Conviction ну, очень смахивает, по-моему, на мой взгляд. Вот. Да, враг прицели, но я не хочу никуда стрелять. Я думаю, что на этом можно заканчивать, потому что это... Это не очень интересный шутер, в котором у тебя есть какие-то помощники, которые то бесполезны, но если им отдать приказ, то они кинут гранату, которая у них давно-давно должна была закончиться. Или убьют кого-нибудь через стену, через какую-нибудь разрывную пушку. Ну, в общем, что-нибудь полезное они делают, но только по команде, поэтому не знаю. В общем, что-нибудь, как обычно, жмите, что-нибудь пишите, и адьо, Амигас. Шутер. Круто. О боже, у меня оторвало ноги, и вместе с ними яйца, наверное. На этом жизнь закончена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова